Доброе утро, коллеги! Приближается время выпускных экзаменов и приемных кампаний в УЗЭ. Но из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, эти мероприятия пройдут с рядом особенностей. Об этом сегодня расскажет министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Пожалуйста. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всей системы науки и высшего образования. Еще 16 марта мы рекомендовали научным организациям и ВУЗам перейти в дистанционный формат. И большинство буквально в течение недели последовали этому примеру. Что касается ВУЗов, то перед ними одномоментно стало три основных задачи. Первая и самая главная – организовать учебный процесс в новое время, в это непростое время, и добиться максимального качества образования. Вторая очень важная задача – это поддержка тех преподавателей, у которых нет навыков работы в виртуальной среде. Ну и третья, непростая задача, которую сегодня все ВУЗы решают сообща, – это поддержка студентов, поскольку они оказались в наиболее уязвимой ситуации. Уже пять недель как ВУЗы перешли на дистанционное образование. Будут ли университеты в связи с этим пересматривать стоимость обучения? Это очень актуальный вопрос, но универсального решения для всех ВУЗов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а ВУЗы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все ВУЗы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос. Буквально вчера у нас была встреча с Российским Союзом ректоров, Ассоциацией ведущих университетов России и Ассоциацией глобальной университеты, где обсуждался пакет мер, направленный на поддержку студентов. Я думаю, в самое ближайшее время этот вопрос будет тщательно проработан, и мы обязательно озвучим все те решения, которые будут приняты. Валерий Николаевич, многие студенты, дав вспышки коронавирусной инфекции, имели возможность подрабатывать, и это было очень важно для них. Собирается ли министерство и ВУЗы поддерживать ребят в этой ситуации? По инициативе министерства в ВУЗах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. Мы понимаем, что многие из них оказались в очень непростой ситуации, поскольку они имели определенную возможность подработать до ситуации с распространением коронавируса. Сегодня по понятным причинам такой возможности нет. Поэтому ВУЗы, их уже более ста, организовывают специальное временное трудоустройство, пока на период пандемии, но эта программа может зарекомендовать себя, у себя в субъектах, в интересах социально-экономического развития. Студенты помогают учителям, школьникам готовиться к экзаменам, организовывать уроки. Студенты помогают университетам организовывать нормальное взаимодействие между студентами и преподавателями, другими в это сложное время. Так что вариантов трудоустройства достаточно много, каждый подходит творчественно. Как ВУЗы будут проходить сдача государственных экзаменов и выдача дипломов? Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются ВУЗами самостоятельно с учетом стандарта. И если стандарт позволяет провести только лишь защиту выпускной и квалификационной работы и не требует проведения государственных экзаменов, то некоторые ВУЗы таким правом пользуются. Что касается вручения дипломов, то конкретный их сценарий такого действия будет оцениваться, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Конечно, приоритет, самое главное, это жизнь, здоровье студентов и преподавателей. Валерий Николаевич, некоторые вступительные испытания, например, в творческие ВУЗы, требуют присутствия абитуриента. Как ВУЗам вступать в таких случаях? Творческие ВУЗы стоят особняком в системе высшего образования, поскольку каждый из них по-своему уникален. Почему? Потому что и процесс поступления, и процесс образования требуют личного контакта преподавателя и студента или абитуриента. Во взаимодействии с Министерством культуры и с творческими ВУЗами мы сейчас ищем наиболее оптимальный вариант организации вступительных испытаний. И вопрос, конечно, который волнует многих. Когда начнется учебный год в ВУЗах? Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем, исходя из текущей ситуации.